Здравствуйте, с вами Ксения Пивоварова и это Пивхистори. О дрожжах и кораблекрушениях. До 18 века количество дрожжей в производстве пива было неизвестным. Дрожжи не упоминаются в Райнхайтсжат, баварском законе о чистоте пива от 1516 года, в котором в качестве одобренных ингредиентов для пива указывались только вода, хмель и ячмень. В то время дрожжи просто не были признаны частью пивоваренного процесса. Пивовары знали, что где-то в процессе произошло нечто волшебное, превратившее их водянистую смесь в приятный алкогольный напиток, по крайней мере, когда все шло хорошо. Хотя в некоторых регионах самопроизвольное брожение часто было успешным, действительно, бельгийские ламбики все еще производятся с использованием этого метода и в других местах он снова набирает популярность в небольших масштабах. Менее удачливому пивовару пришлось надеяться, что все пойдет так, как они хотели. Но испорченное пиво из-за несоблюдения правил гигиены или вредных дрожжей не было редкостью. По мере того, как пивоварение становилось все более промышленным направлением, испорченное пиво также стало более серьезной проблемой, и некоторые из самых известных имен в истории науки помогли решить эту проблему. Антони Ван Левенгук, первый мастер микроскопа, впервые идентифицировал дрожжи, хотя он не осознавал, что это был живой организм. И осознание того, что они каким-то образом участвуют в процессе ферментации, начало укрепляться в конце 18 и начале 19 века. Ситуация окончательно прояснилась, когда Луи Пастер смог продемонстрировать, что без размножения и процветания живых дрожжей ферментация невозможна, он опубликовал свои первые результаты в 1857 году. Он поделился своими знаниями с французской пивоваренной промышленностью, предположив, что примеси в дрожжах могут быть удалены с помощью ряда методов очистки, хотя они не были полностью успешными. И тут появляется Эмиль Хансен, химик из Карлсберг. В 1883 году Хансен смог выделить и клонировать дрожжи в идеале, которые использовались для производства лагера Карлсберг. Остальное, как говорится, уже история. Эти дрожжи известны как Секаромайсис Карлсбергенсис или Секаромайсис Пестерианес, в зависимости от того, какого ученого нужно почитать, и многие современные лагерные дрожжи – близкие потомки дрожжей Хансена. В этом отношении пивовары во всем мире по-прежнему в долгу перед Карлсберг. Их научный подход ознаменовал начало того, что мы назвали бы современным производством. В то время, как современные пивоварни контролируют собственное производство дрожжей, существует большой интерес к использованию старых обнаруженных дрожжей. Флагпортер производится в Англии с использованием дрожжей, выращенных после кораблекрушения 1825 года, он тихо жил в своих оригинальных бутылках, поскольку пролежал в Ла-Манше более полутора веков. В Америке цель Fassel Fuels Brewing – выйти далеко за рамки этого, а не используют подход парка юрского периода, где в янтаре хранятся дрожжи возрастом 45 миллионов лет. Финские пивовары также хотят возродить собственное пиво, потерпевшее кораблекрушение в XIX веке. Дрожжи, возможно, скрывались от пивоваров на протяжении большей части своей истории, но их долговечность в некоторых случаях означает, что современные потребители могут наслаждаться чем-то потенциально весьма близким к тому, что пили их предки. Или что эти более древние штаммы могут использоваться для создания чего-то совершенно нового. Без науки и неудач для давно умерших моряков культура пива во всех смыслах этого слова была бы гораздо менее богатой. Текст был взят из работы Лизы Гримм, ссылка в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте всем, кого найдете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова